Здравствуйте, приветствую вас! 6 апреля, Одесса. О наших новостях. В целом у нас спокойно, иногда срабатывает воздушная тревога, но если мы не слышим залпов орудий, каких-то взрывов, то тогда особой такой тревожности нет. Моя приятельница рассказывала, что они на время уехали, а сейчас вернулись, и туда, куда они уезжали, там было тихо, спокойно, не срабатывала воздушная тревога, не слышны были никакие звуки, как взрывы или залпы орудий. И когда они вернулись и окунулись в нашу сегодняшнюю атмосферу, им пришлось привыкать и адаптироваться заново. На улицах города сейчас довольно многолюдно. Что бросается в глаза в городе, так это заклеенные окна, и в центре города вот эти большие панорамные окна, витринные, они заколочены. Это такие моменты, на которые сразу обращаешь внимание. Море сегодня спокойное, ясная погода, вода кристально чистая. Летом в жаркую погоду хотелось бы, конечно, окунуться и покупаться в море. Мы все так же продолжаем строить планы, мечтать. Недавно дети писали письмо себе в будущее. Это письмо должно послужить для ребят дополнительной мотивацией, выполнять свои же цели и мечты. На первых минутах ребятам было сложно написать и три пункта, но каждый еще раз подумал, и в итоге получилось от пяти до пятнадцати пунктов. Будет очень интересно для них через пару лет открыть это письмо и увидеть результаты. Кто-то написал открыть письмо через год, кто-то через пять лет. Знаю, некоторые вы писали в комментариях, планировали приехать к нам на пляж, на море. На данный момент смотрим, как развиваются события. Мечтаем о хорошем теплом лете, но планировать сейчас довольно сложно. Передаю вам одесский морской соленый привет. Можете написать в комментариях что-то себе в будущее, какое-либо пожелание. Всем огромное спасибо за ваши доброжелательные строки. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok